Нередко за медицинские услуги, которые мы должны получать бесплатно, приходится платить. Несколько советов, которые пригодятся всем пациентам медучреждений региона, дадим в ценном выборе. Жители нашей страны нередко отдают деньги за те медицинские услуги, которые должны получать бесплатно. К такому выводу пришли во Всероссийском союзе страховщиков. Там проанализировали поступающие жалобы. Обращения касались организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования. На основе полученных данных эксперты составили список услуг, за которые пациентов неправомерно заставляют платить. Хотя у людей есть все показания для их проведения, выявленные лечащим врачом. Россияне вынуждены отдавать деньги за осуществление аппаратных методов диагностики, таких как магнитно-резонансная и компьютерная томография. И даже за диск для записи результатов, оказывается, платить пациенты не должны. А делать это приходится в большинстве регионов. Впрочем, как и финансировать исследования кровиногормоны. Также пациент имеет право на бесплатные медицинские изделия, вживляемые в организм, к примеру, металлоконструкции. Не нужно отдавать деньги за расходные материалы, например, за пломбировочный материал в стоматологии. Кое-где умудряются брать плату за консультации узких специалистов и сокращение сроков ожидания тех или иных исследований. Впрочем, даже за восстановительное лечение, назначенное врачом в частности, массаж платить не нужно. Все это свидетельствует лишь об одном – свои права нужно знать. Юлия Шинкарюк, Алена Полоненко, Новости по будням.